Приветствую вас, Аня. Я прочитал ваш вопрос, который вы задаете. Вот немножечко смотрел ваши предыдущие вопросы, где вы пишете о том, что у вас депрессии, вы пьете препараты, посещаете психотерапевта. И мне хотелось вас вот спросить, вы сейчас на данный момент Психотерапевта, посещаете вы сейчас на данный момент, пьете какие-то препараты, или как? Вообще, насколько вам сейчас психотерапия показана и возможно, потому что есть откровенно состояние, при котором психотерапия, ну, не будет сколько-нибудь эффективным. Вот. Это первый момент. Второй момент, который вы, значит, описываете, да, это помогите развить уверенность в себе, да, вот выпущите и подняться в самооценку. Ну, это определенная работа по личностному росту, в том числе. Вот. И если вы готовы эту работу проводить, то я думаю, думаю, что проблема будет решена в общем-то. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это делать? Вопрос заключается в том, интересно ли вам, интересно ли вам это и готовили ли вы сами работу? Потому что опыт неудачной психотерапии у вас уже был, когда вы говорите, что метод не подходит, ну, метод психотерапии, который выбрал ваш, ну, ваш психотерапевт вам не подходит. Вот. И это очень важно. Очень важно понять, почему вам не не подходит, ну, чем вам, например, не подходит метод психотерапии, который, вот, выбрал для вас, например, коллега, скажем так. То есть в чем здесь проблема? Вот. Ну, и если у вас наличие депрессивное такое вот состояние, да, если у вас оно, условно говоря, присутствует, вот, депрессивное состояние, вот, то с ним очень важно работать, да, то есть очень важно посмотреть, как, к примеру, вы пришли к этому депрессивному состоянию, как вы оказались в этом депрессивном состоянии и так далее. Что касается самооценки, и уверенности в себе, то я полагаю, что самооценка, с одной стороны, там, работа с чувствами и выработка навыков по опору на них или по опоре на них, наверное, будет правильно выразиться. Это что касается, вот, самооценки, с одной стороны, с другой стороны, это все-таки отказ от оценочных каких-то, вот, отказ от оценочных вот таких, критериев, скажем скажем так, так, восприятие, эм, ситуации мира себя, других людей. Вот, это было бы, эм, правильно так сказать. Другой вопрос, эм, хотите ли вы всем этим заниматься? Вот. Что касается уверенности в себе, то это некий такой, эм, ну давайте назовём это так, некий, эм, уровень обратной, эм, связи, вот, которые вы могли бы, эм, чувствовать, которые вы бы могли, эм, ощущать, да? Эм, вот, и, эм, если вы в этом направлении двигаетесь, то есть, если вы прислушиваетесь к себе, если вы, эм, ну, как-то, вот, эм, эм, слышите себя, да, если вы, эм, значит, ну, прислушиваетесь, эм, к себе, эх, вот, эм, то эта ситуация, она, ну, как бы, эм, эм, она естественна, вот, эта ситуация. Она естественна. Она естественна, она нормальна, эта ситуация, понимаете? Эм, вот, эм, другой вопрос, хочется ли вам в этом направлении, опять же, двигаться. Эм, вот, что касается того, что вы не чувствуете себя главной в своей жизни, это потому, что вы, в том числе, эм, людям, которые вас окружают, эм, уверяете, эм, ну, скажем так, себя в введении, то есть, эм, людям, с которыми вы взаимодействуете, эм, вы уверяете им себя, ни много не мало, то есть, эм, человек, думаете вы, эм, ну, вокруг, может, который, эм, рядом со мной, эм, он, эм, лучше, вообще-то говоря, эм, знает, эм, как мне себя вести, он лучше знает, эм, что вообще мне делать, он лучше понимает меня, лучше, эм, он во всем разбирается лучше, чем я, вот, хотя это не так, вот, эм, то, что вы, эм, как бы, вверяете людям себя, да, и определяет то, что вы не главное, полагаетесь на людей, эм, стремитесь положиться, положиться вы на людей, а не на себя, вот, а вот почему вы полагаетесь на людей, как вы эм, приходите, эм, вот к этому, к тому, чтобы, эм, полагаться на людей, эм, это нужно выяснять, эм, и, когда, ситуация будет, эм, прояснена, эм, эм, я полагаю, что вам станет проще, во всем мире вы будете четко понимать, чего вы хотите, чего вы хотите. Еще один, эм, важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, дело в том, что, эм, уверенность в себе, да, эм, и самооценка, это очень все круто, но, эм, необходимо понимать, как вы будете это использовать, как вы будете использовать, эм, вот этот вот ресурс свой, потому что, если, эм, ресурсы, если ресурс, эм, ваш ресурс, условно говоря, не актуализирован, что будет проблемой, потому что, эм, не совсем, в таком, в таком случае, понятно, а на что же я, чего же я хочу, на что же я направляю свои силы, куда я их направляю, ради чего я это все делаю, какие ценности, к примеру, я здесь преследую, опять же. Ну, это все очень, очень важно Аня для вас определить, потому что, если, э, вы этого делать не будете, то, э, э, ситуация, э, в общем и целом, э, э, ну, будет для вас просто негативно, достаточно развиваться. Сейчас это все, вот, то, что вы говорите, что живете с серой, а с непонятной жизнью, это все абстрактные понятия, и мыслите вы слишком глобально, оторвано, и вообще говоря, не очень ясно, э, куда двигаться дальше. В этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего доброго и удачи.